Щелковские депутаты провели 16-е заседание Совета. Вопросы, которые рассматривали депутаты, нормотворческие. Первый из них – утверждение порядка организации проведения публичных слушаний. Изменения в процедуре проведения слушаний потребовались из-за пандемии коронавируса. Теперь жители смогут принять участие в обсуждении важнейших вопросов местной жизни в режиме видеоконференц-связи на официальном сайте городской администрации. Вторым вопросом обсуждался порядок предоставления гражданам помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования. Необходимость в разработке документа возникла в связи с тем, что в округе сейчас имеются квартиры в домах старой постройки. Этот жилой фонд может быть предоставлен гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это станет возможным, если жители готовы при получении квартир кладывать деньги в их ремонт. Что важно, система предоставления жилищного фонда коммерческого использования может существенно разгрузить общую единую очередь на получение жилья. Для некоторых семей это просто спасение, потому что, понимаете, иногда у нас по три семьи в одной квартире живут. Это для них спасение. Кроме этого, если они захотят, они могут сняться с очереди, если это нуждающиеся в улучшении жилых помещений, и приобрести то жилое помещение, которое сдано им в коммерческий наем, а потом в собственность. Сейчас в приложении к документу приводится информация о 95 жилых объектах, которые могут быть переданы в коммерческий наем. В дальнейшем их число может увеличиться. Также разработана методика расчета коммерческой платы за жилье такой категории.